Но вы не идентифируете с этим. Да, вы должны наблюдать, но не идентифируете с этим. Обзывающий стендпоинт – это один из самых важных процессов в этом развитии. Потому что блокады всегда идентифируем с автомобилями. Это то, что происходит. В этом положении мы говорим о том, как нужно обращаться с умом, наблюдая его, и тогда можно с ним обращаться по-доброму, уговаривать его, перенаправлять его. Если в это время находиться, идентифицировать себя с умом, то ум, так сказать, возьмёт вверх и сам повезёт вас куда ему будет угодно. Когда вы говорите «я болен», тогда вы идентифицируетесь с формой. Но вы можете сказать «это болезнь». И это будет гораздо правильнее. И это также есть четвертая вещь. Потому что это также в сфере саимствующего саимствования. Когда вы осознанно принимаете, что вы болезнете, то это вы точно держите, потому что вы принимаете. Когда человек ставит себя в роль больного, то силы, которые будут стимулировать болезнь, они просто вцепляются в него. И человек даже не успевает ополниться, как он действительно заболевает. Потому что здесь сразу же возникает страх. И страх действительно сковывает человека. И именно это происходит сегодня и в лечении, и в целительстве. Мы видели это во многих случаях. Например, человек, который заболевает раком. Когда человек не скажет, что он болен раком, его сознание равновешено. И он очень хорошо идет на лечение. Его организм отвечает на то лечение, которое проводится с ним. Но в момент, когда человек сообщает, что он болезнь, что он болезнет, он болезнет в болезнь. Он болезнет в болезнь в болезнь, потому что страх. И очень быстро, он очень быстро распространяется и убивает его. И рак моментально распространяется по всему телу. И его реакция на медикаменты, которыми его пытаются лечить, она тоже становится неприятной. И как врачи, мы очень часто наблюдаем эту реакцию. То есть это значит, что в Индии, вы не говорите, что он болезнет, что он болезнет? И он болезнет, что он болезнет? Да. Да. Он болезнет, говорит, что он болезнет, что у него болезнет, и он болезнет. Мы просто не можем делать это. Мы просто скажем, что мы делаем, но мы скажем, что мы не знаем, что не надо, что у вас есть опасность, что вы будете делать медицин, и мы продолжаем это, что мы говорим. Когда вы понимаете, когда вы понимаете, если на этот уровень, мораль, который поддерживает, тогда возможно, что человек может получать все болезни, но не только медицинами. В их медицине, которой они занимаются, в гомеобатии, например, они, наоборот, ни в коем случае не сообщают больному диагноз. Они говорят больному, что ничего, ничего страшного, все хорошо, вот, пожалуйста, принимайте эти лекарства и следуйте нашим указаниям. И больные, ничуть не отчаявшись, выполняют все предписания человека, врачи, и довольно часто у них наблюдается положительная динамика. So, that is a big round step in the field of medicine that you immediately put into the mind of the patient that you have an incurable disease and you scare the patient. Because this is because of the lot of publicity. What the pharmacists, what the medical scientists now, they are doing the publicity about it. They are not making the publicity the people how to, what is health, how to keep health. They are making the publicity of the disease. What they bring on the market? And what if a person comes to you in a terminal stage? He has only two months to live and you know it for sure. And he has a lot of things to do. Don't you still not tell him? Need not tell him because what is the purpose if you tell him? Because what is required? He will hurry up to do whatever he wants. No, no, no. That is wrong. I am just saying what doctors say. Yes, yes, yes. They will argue with you this way. No, no. That is what I am telling the doctors, the attitude of the doctors. Because these doctors, they are ignorant of the fact that what in this example, what you have to do, you try to do something at least, if it is possible to a little bit enhance or possible to keep him in good morale until he leaves. But what is the use? Because if you tell, then the whole thing is finished. I said that the official medicine there is the doctor there would be a question that if the doctor if the doctor had been in a terminal stage, then he came to the terminal stage and he was left for him and the doctor knew it for two months, then you would also then not tell him? But if the doctor he says, he will not know, that he is dying and he lives in a way maybe he has many things that he would have done. Если бы знал, что жизнь его подходит к концу, на что Ананда Кришна сказала, что и все равно мы бы не сказали больному о том, что он умирает, а попробовали бы сделать так, чтобы его последние дни были прожиты как можно более безболезненно, с наименьшим количеством страданий, если можно так сказать. То есть, как доктор, вы должны быть способны найти какие-то решения, но вы делаете все исследования, а затем вы делаете название болезненности к пациенту, так что его болезненность к пациенту, то есть, что это решение? В моей семье, мои родители и доктор, если есть терминальный случай, они не говорят к пациенту, но говорят к родителям. И, конечно, они знают, что они могут бояться, но они никогда не говорят. Многие доктор, я знаю, что они не говорят к пациенту, потому что они говорят к родителям, и они пытаются понять, что делать. Готово? Потому что, если вам нужно найти то-кал escolто как диагнозис, потому что в нормальной медицине, на предыдущем все исследования и опросы, они говорят, что она является именемным характером, что диагнозима значит это видение, но это может быть использованием первого течения. Вы должны знать, что и как вы сможете сделать это, чтобы избежать и избежать это, чтобы избежать и избежать это. Это работа с доктором, с физикой. Все концентрации в докторе, сегодняшний день, используя все машины для исследований, и узнать о названии этого. Потому что бюрократы будут спросить это, Он говорит, что нам, как докторам, нужно обязательно, прежде всего, найти решение, решение проблемы. А доктора официальной медицины, они заняты тем, что они ищут диагнозы. Вот им выйдя, положь этот диагноз. А диагноз не всегда является решением вопроса. Просто доктора получают не совсем правильное образование. А теперь людям так промыли мозги, что люди сами хотят, скажите мне мой диагноз. Дайте мне мой диагноз, хочу знать, чем человек болеет, говорит. И естественно, что за всем за этим стоит страх. Да. Прежде всего, моего рода очень сильная. Если они получают диагноз, они не боятся. Да, это будет диагноз. Это происходит в неделю. Теперь, все, в моей генерации, если они говорят, что есть диагноз, какими, то они не могут работать. Да. Вот, скажем, когда Ананда Кришна был молодым или ребенком, Вот лихорадка, то есть повышение температуры, к нему относились совершенно спокойно, независимо от характера этой лихорадки. Ну да, повысилась температура. Лихорадка как ОРЗ у нас? Повышение температуры филер всегда пройдет. А теперь, когда у, скажем, медицинских студентов, медицинских институтов понимается температура, они сразу бросаются определять, что послужило причиной, во-первых, повышения температуры, и чем ее нужно сбить. Не важно до какой температуры сажение. Какой гриб? Вопрос был, какой именно гриб? Какой гриб? Свиной, куриный? Не, я говорю, не важно до какой температуры, то есть какая температура. Когда ты говоришь о февре, ты говоришь о флю, или о расширении температуры? Что ты говоришь? Да, они не боятся от флю. Они только делают, что надо делать. Но сейчас они боятся от флю, и они не заживаются, что делать. Ты говоришь о флю. Да, потому что на флю. Да, потому что на флю. Здесь, конечно, ты правил термин, подробился. Здесь речь он вел вообще даже не о лихорадке, а о любом заболевании. Вообще о любом заболевании. Человек заболел, ну попалил немножко и прошло. Как простуда. Я задала вопрос о Наде. Он говорил о пациентах, не о студентах. Он говорил, что пациент пытается узнать, что же у него, чем вызвано. Потому что каждый хочет быть здоровым. Да, каждый хочет быть здоровым. Но проблема, что есть... Проблема. Проблема. Потому что, вы видите, все вокруг мира, есть плохая публикация о Айдсе. Но сейчас в мире очень много говорят о СПИДе. Но очень мало говорит о том, что нужно поменять собственное поведение для того, чтобы не заболеть этим СПИДом. Да, я знаю случаи, где доктори в таком направлении, в университетах, в США. И они были оставлены от своих мест. Потому что что? Потому что они сказали людям, что они должны делать. Вау! В СПИДе как таковой болезни не существует. Нет. 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 Потому что Айдс... Это самый лучший... Один из моих друзей сказал, что когда права выйдет, Айдс будет виден как лучший и высший и высший и высший в 20-м веке. Потому что это было artificially поднято в человеческом, потому что фармазоутская индустрия хотела бы иметь больных. Это правда. Здесь не было переведено... Миле не дали... Оксанчик создала вопрос. Что сказал Рудольф? Он сказал, что я знаю людей в Штатах, которых смещали с их должности после того, как они начинали говорить о том, что нужно делать. Вообще, чтобы не было СПИДа. За болезнение? Да. Ну а потом вот... Потом я сказала, что в принципе СПИДа не существует как болезнь. Это... Ну и Рудольф добавляет, что... Там какой-то, в общем, выдающийся деятель сказал, что позже СПИД признают как величайшую ложь 21-го века, которая была создана лишь для того, чтобы фармацевтические компании могли зарабатывать деньги. Такой болезни как СПИД нет. Потому что, ну даже при переводе это синдром приобретенного иммунодефицита. Что значит синдром? В чем он проявляется? Там проявляется в снижении иммунитета. А что значит снижение иммунитета? Никто не видел это. Да. То же самое с прививкой от вакцинации. Если у вас здоровый ребенок, и вы вакциниете здоровый ребенок, это криминальное действие. И вы, если делаете прививку здоровому ребенку, это криминальное действие. Но здесь, в России, они могут сделать это. И потом дети умерли иногда. Да, да. Это логично. Потому что фармацевтическая индустрия сегодня, это сатанинская индустрия. И они хотят, чтобы умерших людей, чтобы они могли сделать их бизнес. Это целая вещь. Это целая правда. Фармацевтическая индустрия сегодня, это сатанинская индустрия. Потому что они заинтересованы в том, чтобы люди болели, и чтобы люди болели как можно больше и как можно чаще. И компания по развертыванию всеобщей вакцинации, особенно детей, это тоже преступная компания. Потому что об этом не говорится, но доктора очень хорошо знают сами среди себя, сколько смертей и сколько осложнений вызывает вакцинация детей. Особенно бывших до этого здоровья. И в этом способе уменьшить популяцию. Да, да, да. Хороший способ уменьшить популяцию Земли. Это один из этих планов. У нас есть другие планы. Да, у нас есть другие планы. У нас есть другие планы. У нас есть другие планы. У нас есть другие планы, и они не обморачивали. Мы не были вакцины. Мы были вакцины. Небы? Вы не были вакцины? Мы только у нас были вакцины, когда мы были в Боливии. Но я не взял вакцины. Я спросил, что мне дали хомеопатическое лечение. Я получил вакцины, я взял вакцины, и взял вакцины, и взял вакцины. Да. Потому что я пришел в Генеба в госпиталь, для тропических решений. Они заставили вас вакцины? Да. Потому что я не буду вакцины, когда я в Боливии. Сейчас у нас вопрос обсуждается по поводу вакцинации. Ананда Кришна, тот человек, который никогда в жизни не сделал себе ни одну прививку. И даже когда он ездил в Боливию, он оказался единственным членом вот этой группы, который каким-то образом отговорил их от того, чтобы ему делали прививку. Рудольф не сумел с этим побороться, потому что все-таки он из Европы. в Европе есть специальный институт тропических болезней, где всех заставляют, которые уезжают в тропические страны делать эти прививки. Но решил поступить хитро. Как только он получил эту свою прививку и завернул за угол, он тут же принял противопрививочный антидот, который был в этом году. Я вернулся и у меня. Он был так, что вы получили и так, как вы получили его вакцинации, и я не получила его вакцинации, но я получила его вакцинации. И как вы это думаете? Что это? Потому что это очень трудно, но это очень трудно, кто делает это специально, они знают меня, они знают нас, потому что они приходят к нам, и они знают нас, и сказал, что я нужна эта сертификация, потому что я не смогу получать виза в этой стране. И я сказал, что я знаю, что я очень здоров, и вы знаете, что я могу защитить себя, так что вы, пожалуйста, дай мне шуравел. Заключение. потому что они не могут не дать значения, а не там у вас. Заключение, но я не хочу защитить себя, как это姐изм. Ха, wait, как это такое? Как это представители? Да, да. Это правда, но я не хочу пить себя вакцинах. Таким образом, это не случайная решение, что они сделали. Безакцинации не позволяют им это сделать. Мы должны следить за решение, поэтому мы должны принимать жизнь в свои руки. Это правда, правда. Это не случайная ситуация. Да, потому что я не хочу пить себя. Потому что он должен делать лучшее работы. Ну, тут же добавляет Ананда Кришна, что вакцинации мы не сделали, а вот бумажку о вакцинации все-таки он получил, и получил ее от доктора, который сам возит к нему лечиться. Он сказал доктору, доктор, вы меня знаете, я вот здоровый человек, и вы можете быть уверены, что со мной ничего там не случится. Ну, хорошо, говорит доктор, знаю, выдам бумажку. Ну, и вот, и тут я спросила, ну, а как же насчет принципа правдоглоголения, правдивости? Ну, здесь, понимаете, такая безвыходная ситуация, что, ну, надо спасать свою жизнь, надо спасать свою ситуацию, надо спасать свою работу, ну, и приходится идти вот на такие... Два замечания. Рудольф сказал, нельзя, ну, в смысле, как бы, до идеатисти, нельзя доводить правдивость, быть правдивым, когда вокруг идиоты. Значит, Аннато сказал, что, и я вместе бы прямо сказали об этом, что на самом деле это правдивость по отношению к своей, ну, правдивость и ответственность по отношению к своему силу, к своей жизни, да, к своей жизни. Да, да. Порпоследствия для того, чтобы обеспечить правильный организм, для того, чтобы обеспечить правильный организм. И другой доктор, он не ловит, потому что он знает, что Анната-Кришна будет здоровым. И он будет здоровым, если он может быть здоровым. Это очень clever. Когда я служу общему благу, я вполне могу позволить себе использовать какие-то вещи, которые могут быть не очень правомерными в плане системы. Почему? Потому что система работает по законам, предписанным человеком, а не природным. А я следую законы природы и космоса. И почему же тогда я должен слушать этих идиотов и делать так, чтобы тело страдало от этого? Когда у меня возникает какая-то задача, которую мне нужно выполнить в Южной Америке, встреча с несколькими группами, то естественно, что они не захотят видеть меня, приехавшим больным. Поэтому это моя логика. И вот такая моя логика. И ты можешь получить другой. Мила, спроси, пожалуйста. Есть такие же заболевания, как энцефалит, бешенство, например, когда в определенных случаях риски очень велики. то есть следует делать потому что здесь уже не о вакцинации как о вакцинации а о вакцинации как лечения но здесь идет о совершенно конкретных случаях и эти случаи нельзя распространять на всех потому что в некоторых случаях бешенства они вылечены сейчас а спроси по поводу столбника ну вот если тебе показано то они делают вакцинаты но не всем же подряд нет ну как у нас же много прививок которые нам делают именно с такой целью что-то обязательно ради вашего здоровья вот именно прямо сейчас чтобы не заваливали летопись нет если взять лечь меня не упустил зачем тебе делать это ну вот если упустил беги делать себе это это не пойдет нет это не как у хомоопатий вы не утрете а пациенту и антибиотик и не об этом а пациентам это не утром но в течение это очень разнообразно так что вы не сможете сотни тысяч человек с одной и самой сибири Это абсолютно ноносердно. Это идиотизм, как это может быть. И также, это доказано, что так много людей уничтожает. Но он знает это, докторы знают это. Да, но для меня мы знаем, что каждый пятый доктор на этом планете, это женщина. Мы знаем это из исследования в Университете. Я думаю, что ты идеалистичный. Ты имеешь в виду пять? Нет. Но это уже много. Всего второго. Мы имеем совершенно точные факты, что каждый пятый врач на планете – это преступник. Это результат исследования. Но это можно не переводить. Вы должны быть очень внимательны с этими ребятами. Да, поэтому надо быть очень осторожными. Вы знаете, что это очень красиво. Есть очень красивые места в нашей стране, и есть очень красивые места в нашей стране, где они не имеют общение с нормой цивилизацией. И они не имеют этих медицинских, этих докторских, И там мы обнаружили, что они очень здоровы, потому что из традиции они знают, как хранить себя, их природа. Они очень здоровы. Они не вакцинированы, не дадут все эти медицинские. И их женщины могли отбирать нормально, без операции. Он говорит, что в Индии сохранилось много племен, которые живут в горах или в отдалении от цивилизации, которые, собственно, и не знают этой цивилизации. К ним никогда не заглядывают доктора, на них не сбрасывают ящики с фармацевтическими препаратами. Они живут по старой традиции, лечатся старыми методами, травами, природными средствами. Их женщины прекрасно рожают без акушерок. Они очень здоровы. Нанадхи Кришна обнаружил, Он сказал, что они отличаются изрядным здоровьем. Просто здоровые люди, которые мало болеют, и живут, весьма счастливы. Потому что, через медицинское направление сейчас натуральные феномены являются как болезнь. Например, пациент. Да. Это невероятно. С точки зрения, смотрите, современная медицина даже нормальный природный акт превращает в болезнь. Вот возьмите рождение ребенка. Как это обставляется? Как настоящая болезнь? Ага. Неужели же скоро придется ехать в больницу для того, что ли? Ага.